Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментатор моё отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ну, я надеюсь, она пока Лёля Быкова и Сашка обязательно на Лёльке женятся, сбудется очередная её мечта, и она уже станет не Быковой. Но какой она будет, ещё доподлинно неизвестно. Ну что ж, Лёлька пыталась сыграть хорошую мину при плохой игре. И вот это рассказы, как я счастлива, как я счастлива, просто безумно счастлива. Ну, не знаю, ребята, что-то я не увидела, не обнаружила особого у Лёльки. Счастье точно так же, как и у Санька. Но Лёлька побежала быстренько в стрим подстригать своё стадо баранов. Почему? Потому что понимает, что сейчас пылу, жару, они должны срочно накинуть на гамамки деньжат. А как же, ведь теперь Лёлечке растить 10 деточек, одного в утробе, а по факту 11 деточек. Один это плод любви с Сашей, поэтому срочно нужно поддержать активно Лёлю и Сашу и закрыть им быстренько по горячему кредит. Ведь чем больше семья, тем больше нужна будет Бибика. Поэтому, хомяки, недолго вам оплачивать Хюндай, закрывайте его. И пора уже Лёльке будет скидываться на какой-нибудь там, я не знаю, Фольксваген, транспортер большой, может быть, Мерседес-спринтер, желательно салона новенький, чтобы Лёля не заморачивалась с ремонтом. Потому что семья растет на глазах. Я думаю, это не последние Лёлькины роды, Лёлька только во вкус вошла. Ведь каждому мужчине по Лёлиным стандартам, как минимум, надо троих подогнать. Поэтому Лёлька будет бить все рекорды. Я, правда, не знаю, ребята, для кого она бьет эти рекорды, потому что по ней видно, что дети ей не нужны. Многомамка ищет любой повод, как только свалить побыстрее из дому от детей подальше, скинуть их на помощницу. Потому что все-таки многодетная мама – это призвание. Вот я посмотрела с удовольствием фильм «Сорок лет спустя». По-моему, так он назывался. Вот там Гундарева в главной роли. Вот это действительно показывает настоящую маму-героиню. Но не Лёля. Лёля, да, мама-героиня – это вот женщина, которая себя посвятила детям, потому что вот ее сердце наполнено вот этой бесконечно-безграничной любовью. И посмотрите на Лёлю. У Лёли безграничная любовь и тяга только к двум вещам в этой жизни. Это к такому вот, знаете, незащищенному кексу и, конечно же, к донатам. Больше у Лёльки ни к чему любви нет. Она со своими детьми достаточно холодна. И это говорит о том, что она не проводит время со своими детьми. Потому что, ребята, согласитесь, когда мама маленького ребенка оставляет даже на полдня, вот там садики ты оставляешь где угодно, ты приходишь за ребенком, и он тут же кидается к тебе на шею, и это нормально. И посмотрите на эту многомамку. Ну, кто ей на какую шею кидается? Кстати, отдельный момент. Вот обычно у мамы, да, какой-то на уровне, наверное, инстинкта, когда ты идешь домой что-то купить своему ребенку, какую-то конфетку, какой-то бананчик, какое-то яблочко, и принести это домой. Обратите внимание, как приезжает Лёля домой. Абсолютно налегке. И она этим даже и не заморачивается. Но разговор тоже не об этом, а, конечно же, о стриме. Лёлька побежала всем, прибежала доказывать, какой-то желанный долгожданный ребенок, и как они с Сашей ждали этого чуда. Ну, повторюсь, ни по Саше, ни по Лёле этого чуда не видно. И, ребята, ну какая реакция у чувака, который понимает, да, что вот она недавно потеряла якобы ребенка, якобы потеряла, и тут она опять беременна. Ну, как минимум, чтобы это не повторилось. Он ее будет ограждать от всего, от любой тяжести, от любого напряга. Он будет постоянно с ней рядом. Будет ее оберегать и беречь, как зеницу ока. Вплоть до того, что вот это не бери, вот туда не ходи, вот это не трогай. Я сделаю сам. Иделяк, полежи, отдохни. Да, не поднимай тяжести, не делай лишней физической нагрузки. Ну, в общем, будет обращаться, да, как с чем-то хрустальным, каким-то, я не знаю, даже не хрустальным, чем-то ценным и драгоценным. Обратите внимание на Сашу. Лёлик спокойно в роликах чистит, навоз подчищает, и все хорошо. И, кстати, если Сашка никуда на самом деле не уезжал, то какого хрена? Лёлька снимала контент, что якобы я сама, все сама и навоз таскаю. И для кого был этот контент, как не для олухов? То есть, простите, чувак у тебя рядом, а ты демонстрируешь, что ты вся сама, все сама. Это то же самое, когда этого Лёля демонстрировала, как она типа ездит с бензокосой, сама косит траву, сама ее загребает и в мотоблок сама загружает. Хотя там, рядышком, тогда уже находился Сашка. Но к лохам ее, ребята, не привыкать, по-другому я их назвать не могу. Конечно, они счастливы, ведь теперь работать им надо с удвоенной силой. Нужно кормить и Лёлю, и ее будущего ребеночка. Лёля опять, ребята, сидит поджевывает. И, кстати, я могу поверить, что она беременна, объясню почему. Посмотрите на ее форму носа. Ее нос расплылся моментально, просто на глазах. То же самое у нее было при беременности с Вероникой, и то же самое у нее наблюдалось при беременности с Яковом. Такой же самый расплывший нос. Поэтому я верю в то, что она действительно беременна. Второй момент. Я бы на месте Лёли, как минимум, побежала сразу к гинекологу, потому что тесты на полосочках очень нечетки. И это наталкивает мысли, на мысли, все ли в порядке на самом деле с ребенком. У меня, конечно, нет такого обширного опыта и знаний, как у многомамки. Но все-таки, ребята, я, проходя тесты на беременность, как и любая другая женщина, прекрасно помню, насколько там четкие и яркие полоски. Здесь же возникает вопрос. Достаточно большой срок беременности, а полоска вторая очень нечеткая. И опять-таки, вот этот момент. Я ничего не хочу скрывать от своих зрителей, поэтому вы об этом узнали первые. Эх, Лёля, зрители об этом узнали первые только для того, что тебе нужен контент. Только для того, только потому, что они не закрыли твой кредит вовремя. Вот если бы они его закрыли вовремя, ты бы сопила в две дырочки и молчала о своих задержках, о своей беременности. Это была бы неинтересная тема. Ведь, согласитесь, Лёля, походу, еще ранее подозревала, что она беременна. Но до флешмоба Лёлька об этом помалкивалась. Таки была надежда на то, что хомячье как-то, я не знаю, станет благоразумным и выплатит под ноль этот кредит. Но теперь никто же не может отказать беременной мамочке. Больше всего, ребята, мне нравится, как хомяки, да, умиляются от Лёлиной беременности. Как они поздравляют ее с этим, да, какая она молодец, и как все здорово. Мне хочется сказать, хомяки, а у вас вообще с башкой все в порядке? Вы подумали, да, что вы поздравляете Лёлю с беременностью, о последствиях этой беременности. Вы подумали о том, что у человека на руках уже 10 детей, и она действительно рожает бездумно, как какое-то животное. Я бы в жизни так не сказала, если бы человек не ныл, не рассказывал, как ему тяжело, о своих вечных моральных выгораниях, истощениях, о том, что вечная нехватка денег. У меня возникает вопрос, куда ты опять рожаешь? Ну вот для чего, для кого, кому ты пытаешься что доказать и опять рожаешь? Когда ты кричишь, что тебе здесь еле хватает денег, и ты сводишь концы с концами. И вот опять-таки их умиление, а чего вы умиляетесь? А сказать человеку, что Лёля, нужно уметь вовремя остановиться, да, послушать собственный организм. Ведь, ребята, Лёля, да, все время кричит, Бог дает. Но Лёля не обращает внимания на то, какие знаки судьбы он ей посылает. И мне это, знаете, напоминает притчу, когда тонул какой-то город на острове, да, и вот был батюшка в церкви. И вот люди первые, которые выезжали, да, звали его с собой. Он говорит, спасайтесь, меня Бог спасёт. Вторые убывающие, третьи, четвёртые, пятые. И он всем отвечал одно и то же, уплывайте, меня Бог спасёт. И здесь уже последние люди эвакуируются, да, вот уже возле церкви прям уровень воды. И ему говорят, батюшка, неоткуда ждать спасения, садись с нами в лодку, тебя Бог спасёт. И он в эту лодку не сел. И вот когда он попал на небеса, он с Богом разговор, да, что я тебе служил, верой, правдой, да, вот, почему ты меня не спас. И Бог ему ответил, я сколько раз посылал тебе спасение в виде людей, и ты столько раз его игнорировал. И вот то же самое, и Лёля, ребята, я ни в коем случае не хочу каргать. Но факт есть факт, да, тебе уже сколько посылают, да, вот таких колокольчиков, каких-то знамений, что посмотри, что ты делаешь, посмотри, что ты творишь. Понятно, ребята, можно до бесконечности рожать, только как это отразится на твоём организме? Какие это будет иметь последствия? Ребята, я просто представляю, да, как изношена матка, как эту матку уже чистили, скобили, перескобили. Я понимаю, как, ну, половая система изношена, как надорван организм этими бесконечными беременностями, родами, да, какими-то надрывами, какими-то психами, нервами и этим всем. То есть куда ты ещё рожаешь? Не дай Бог, завтра с тобой что случится? Кому нужны твои дети? Кто их реально будет поднимать на ноги? Кто их будет ставить на ноги? То есть это ты обрекаешь своих старших детей не жить своей жизнью, а поднимать на ноги твоих младших детей. Потому что где будет этот Саша? И нахрен ему будут нужны твои дети? В лучшем случае он будет помнить о своём ребёнке. В худшем случае он и его благополучненько там оставит и будет папой выходного дня, под прикрытием того, что ему нужно работать и зарабатывать. Так вот, в этой ситуации, когда хомяки умиляются, у меня возникает вопрос, а кто возьмёт вообще на себя ответственность? И чему вы умиляетесь? Вместо того, чтобы тёте сказать, алё, задумайся, посмотри, что ты творишь, что с тобой происходит. Ты же не делаешь даже никакие перерывы в беременностях, чтобы твой организм мог восстановиться. Ребята, здесь у тебя прошла чистка. Она не пройдёт однозначно ни для одного женского организма без последствий. Какое-то в любом случае время, минимум 2-3 месяца должно уйти на восстановление организма. Нормальная женщина даже через 2-3 месяца вряд ли рискнёт сразу зачать ребёнка. А выждет какое-то время, чтобы убедиться, что ты к этому готова. Пройдёт какие-то анализы. Здесь у Люли как не поджелудочная, как не срачка, так болячка. Но она упоротая продолжает рожать. И то же самое и Саша. Ребята, ни хрена он её не щадит. И ребёнок ему этот не очень-то и нужен. Видно по Саше, что его это как-то не умиляет, его это не забавляет, но не ведёт себя мужик в таком возрасте, когда его женщина ждёт первенца. Я бы ещё могла такое списать на юношу. На юнца, что он ещё зелёный как-то, он ещё не осознал, что он папа и тому подобное. Но, ребята, когда чуваку под 40 лет, не ведёт он себя так, когда его любимая женщина ходит в положение. Ну, реально не ведёт. И я не знаю, мне доказывают, не доказывают, что у Саши нет настроения, у Саши нет того, у Саши нет всего. Это говорит о том, что Саша изначально не очень-то этого и хотел. Ну, и дальше, конечно же, перешли разговоры на хомяков. Лёля так и рассказала, что хомяки для неё стали друзьями. Очень многие для неё прям близкие и почти родные люди. И она так ко всем к ним привязалась. Я прям умилилась и хотела спросить, Лёля, в каком моменте пора начинать плакать? Вот тебе надо выходить с табличками, да? Вот когда шоу снимается, там показывают аплодисменты, смех, слёзы. Вот то же самое тебе. Надо показывать табличку, что уже пора начинать плакать и просто восхищаться и умиляться. Как ты к ним привязалась? И, ребята, и, конечно, я так и понимаю, что именно с родными, близкими, друзьями и людьми именно так поступают, как и Лёля со своим хомячём. Постоянно обманывают их, постоянно их разводят на лавэ. Наверное, Лёля, именно такие принципы были заложены в твоей семье. И, наверное, именно так твоя мама поступала со своими родными и близкими, со своими друзьями. Ведь всё, ребята, идёт с детства. И именно мы учимся у наших матерей, как нам строят наши отношения, нашу жизнь и так далее. И то есть у меня возникает вопрос, Лёля, а зачем же, если хомяки твои близкие и родные, ты их обманываешь о том, как ты нуждаешься, как ты, бедная, с Ютуба ни хрена не зарабатываешь, и света белого не видишь? Зачем вот этот разводняк? Покажи им в открытую свою творческую студию с матери-героиней, и сколько на самом деле ты с неё, ой, героиня, с деревенского дневника, и сколько ты на этом зарабатываешь на самом деле. Покажи им Яндекс.Дзен, и сколько ты зарабатываешь на нём. А потом ты, конечно, можешь рассказать, что ты к ним относишься как к родным и близким людям. Почему, ребят? Потому что, согласитесь, ну вот сидит твой друг, если он у тебя спросит, блин, сколько тебе платят? Ты же не будешь его обманывать? Конечно, нет. Ты скажешь правду, что я там-то, там-то работаю, зарабатываю столько. Но Лёля правдой, конечно, не страдает. Причём ни разу. Ну а дальше перешла тема месячных. Месячных, задержек и, конечно, беременности. Но куда Лёля без этого? Конечно, никуда. И Лёлька в шоке, что кто-то жалуется на то, что им это было неприятно читать. Представляете, за Лёля на месячной, за Лёля на задержке, за Лёля на беременности. Ведь это факт благополучия. Представляете, ребята, это факт благополучия. Я охренела. И женского здоровья. Вот, оказывается, если у тебя месячные пошли, либо задержка, ты благополучна. Если не пошли, значит, ты неблагополучна. И вот скажите, что у этой девочки вообще с головой-то творится? С каждым днём всё больше и больше головонька, бобо. Ну и дальше Лёля продолжила, конечно, вот эту критическую тему. И рассказала, что нужно об этом говорить. Вот она с мамой не могла на эту тему поговорить. Мама такие темы не поднимала. Поэтому, когда они первые у Лёли пошли, Лёля была настолько шокирована, что единственное, что нашла какое решение побежать во двор к девочкам-подружкам и у них узнать, что же происходит с её организмом. Ребята, здесь у меня сразу такое мнение в голове, что её мама действительно какая-то замотолыченная по жизни. Вот просто реально замотолыченная по жизни. Почему? Потому что, ну не знаю, любая мама пытается подготовить, да, свою дочь, там, я не знаю, пусть ты не можешь на эту тему поговорить. Ну какие-то книги, какие-то фильмы документальные, да, которые объясняют строение женского организма. И, кстати, кто на самом деле дочь не подготовит к этому как собственная мама? И когда Лёля сказала такие вещи, у меня возник вопрос, Лёлька, а кто тебя подготовил к тому, что надо подзарелого Борюсика лечь? Тоже на улице девчонки надоумели, так как мама тему секса не поднимала. Но Лёля мама, конечно, совершенно не такая. Она со своими дочерьми говорит абсолютно обо всем. Ну и дальше Лёлька просекла, что тема не очень-то зашла и переключилась на тему того, кто же все-таки отец. Но Лёля так и сказала, что мы подойдем к этому важному событию, но не менее важное событие это мой кредит. Ну действительно, ребята, ну какой там ребёнок, какой там отец? Кому это интересно? Лёля, что просто так с вами ляса пришла поточить? Дайте бабло. Первого, на первого, в любом случае, кредита, которым вы не должны забывать. И тут, ребята, какой-то нерадивый хомяк позволил себе пожелать Лёле закрыть кредит к Рождеству. Он её этим просто ошарашил. Лёля ему так и объяснила, что она к этому не готова. Планка поставлена до Нового года. О каком Рождестве идёт речь? Я так понимаю, что в Рождество начнётся конкретная глобальная подготовка дома к приёму новорождённого. А рожать Лёле плюс-минус где-то, я так думаю, в середине, в конце лета. Поэтому кухонька должна быть приобретена, детская куплена и так далее. И всё это, опять-таки, кто должен сделать? Конечно же, хомячьё. Ну и дальше, ребята, Лёлька перешла к теме хейтеров. А как же? Хейтеры не умеют переключаться с Лёлей на свои семьи и на своих детей. Лёля, конечно, мы не умеем. Вот бы нам хомяки показали мастер-класс, как это можно суметь сделать. Вот глядя на них, я понимаю, на самом деле, какие-то запайки. Когда вот, например, тётя пишет, что я в Турции на отдыхе, Лёля, посмотрела все твои ролики и стримы, а другая тётя пишет, я была без интернета четыре дня, но, Оленька, я запаслась вкусняшками, послала свою семью нах и сказала, не трогайте меня, я смотрю Лёлю, а вы там где-то побудьте. Когда хомяки пишут, что я смотрю тебя с восьми, девяти устройств, у всех членов семьи забрала, мобильники и везде полощу твои ролики, прокручиваю, вот здесь у меня, я чётко понимаю, они умеют разграничивать, они умеют переключиться и на свои семьи, и, конечно же, на своих детей. Дальше, ребята, мне даже девчонки поведали про Нину Ивановну, я просто тот момент, видимо, Лёльку не смотрела и объяснили, что Нина Ивановна даже мужа собственного не могла несколько суток похоронить, по-моему, три дня, потому что не могла оторваться от Лёляных роликов. Представляете, ребята, и такое реально бывает. Муж трупаком лежит, ждёт, когда его уже земле придадут, а Нина Ивановна сидит и Лёлины ролики мониторит. Поэтому, Лёля, мы-то, конечно, переключиться не можем. Но хейтеров, хомяков пора уже конкретно лечить. Мы-то у нас ещё какой-то шанс есть, а вот у них уже просто без шансов. Они действительно свою жизнь полностью перемешали с жизнью Лёли Бе. Ну и дальше, ребята, мне очень понравился комментарий. Лёлечка, спасибо тебе за то, что ты есть и за твоих прекрасных и достойных детей. Интересно, где они видели непрекрасных и недостойных детей? И как они определили, что, а, и там была поправочка, что в будущем за прекрасных и достойных людей. Как они определили, какими станут Лёлины дети? Ведь не зря говорят, что цыплят по осени считают, что дайте детям вырасти, опериться, а потом уж делайте выводы, какими они станут. И главное, ребята, мне очень нравится, как они безоговорочно верят всему, что показывает Лёля. Какие у неё замечательные дети. И, кстати, мама об этом не будет тысячу раз постоянно на камеру трындить, потому что, если дети таковыми являются, люди сами это отметят и сами скажут, какие у тебя замечательные дети. Либо просто помолчат, промолчат. Но Лёля говорит сама, это о чём говорит? Она требует, чтобы хомяки это подтвердили. Какие у неё замечательные, достойные дети. Женя вот маме даже букетик подарила и поздравила с будущим рождением ребёнка. Пожелала мамочке крепкого здоровья. Кстати, тоже момент, который, что это сделал не Лёлин, сожитель, а сделала Лёлина дочь. Сожитель не удосужился подарить Лёле даже букетик. Но, опять-таки, для того, чтобы подарить этот букетик, должны быть бабосы. А когда ты, раб Петрович, да, превратился реально в этого раба и нихрена не имеешь, кроме пайки, да, и там какой-то тарелки, мешанины, то, конечно, куда же тебе заработать на букетик. Ну, вот такой, ребята, обзор получился. Продолжение, конечно, следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!